Всем привет! С вами Денис Кожер. В этом видео рассмотрим основы цветокоррекции в программе Fusion. Если вы хотите больше интересных видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Итак, цветокоррекция. Самое простое, что можно сделать, это добавить инструмент Color Correction. Сейчас я добавлю его на мое изображение с небом. И тут у нас есть вариант, как использовать данный цветовой круг, так и вводить значения цифрами. К примеру, если мы выбираем вводить вот так по кругу, как видите, цифры тоже меняются. Но мне, допустим, более удобно именно по цвету выбирать курсором, а не вводить какие-то числа. Допустим, сделаю небо более в фиолетовую сторону. И как вы видите, здесь важно именно находиться на этом круге, так как если я опускаюсь вниз от него, ближе к центру, то изображение становится черно-белым, снижается сатурация. Если я буду, или насыщенность, если я буду на наружную сторону выходить, то насыщенность будет увеличиваться. Имейте это в виду и делайте довольно аккуратно. Но здесь, допустим, сделаем более насыщенным и какого-то такого оттенка. Если у меня есть желание подкрасить все изображение каким-то одним цветом, то я вот так вот из центра выбираю и дальше на тот цвет, который мне нужен. В данном случае, если я хочу его сделать, допустим, более красноватого оттенка, то я добавляю сюда. И тоже сила изменяется в зависимости от того, насколько сильно он удален от центра. Так, дальше у нас есть возможность изменять контраст изображения, гейн и остальные параметры. Поэкспериментируйте с ними сами, так как цветокоррекция используется довольно часто, и вам будет полезно уметь ее делать. Сейчас мы рассматриваем только основную, самую базовую цветокоррекцию. Также здесь еще можно отдельно изменять каждый из каналов, красный, зеленый, синий. Разные варианты воздействия. Мастер это на все, shadows, тени, mid-tones, средние тона и high-light, соответственно, свет. Дальше можно переключаться с цветов на уровни, histogram и также suppress. Попробуйте разные из этих вариантов, и я уверен, вам это будет полезно. Спасибо за внимание, с вами был Денис Кожер, до встречи в следующих видео. Пока-пока!